Андрей Андреевич, прохожу вторую бесплатную ступень. Подскажите, направьте меня, чем мне начать заниматься, чтобы хорошо зарабатывать? Будут ли отношения с хорошим человеком и когда добра вам? Очень хороший вопрос, большое спасибо. Я знаю, что вы хотите конкретики. Какие пути для того, чтобы начать хорошо зарабатывать и как найти хорошего человека? Начну я, наверное, с такого вопроса, который звучит так. Что на самом деле хочет человек в жизни своей? Очень часто человек думает, что он хочет того, что он хочет. На самом деле, если разобраться, то человек не хочет то, что он хочет, а хочет то, что ему навязали. Навязали те люди, с которыми он живет или навязали идеи, которые демонстрируются в окружающем обществе. Очень часто человек, который хочет, допустим, 100% квартиру, ее на самом деле не хочет. И он не хочет жить с той женщиной или с мужчиной, с которой хочет эту квартиру купить. Он не хочет еще чего-то. В целом люди, это все называется путаница. Люди в своей жизни очень часто начинают путаться. Каким образом это происходит, несколько слов об этом скажу. Жизнь человека так устроена, что мы определенным образом воспитываемся и воспитуемы. Нас воспитывает окружающий мир. Мы сами себя, книжки, телевидение, сейчас социальные сети, они все на нас влияют. Они создают наше персональное общественное мнение, которое очень часто отличается от нашего собственного. Это работает приблизительно как аффирмация, когда человек себе внушает, внушает, и потом эти ценности или эти задачи, которые он думает правильные, они были ему навязаны. Очень крупно и очень широко занимаются люди, знающие и управляющие этим миром, занимаются программированием человечества. Говоря о том, что хорошо, что плохо, люди в целом очень часто изменяют свои параметры того, что хорошо и того, что плохо, в зависимости от той страны, национальности или национальных религиозных идей, где они находятся. Так, допустим, для каких-то племенных племен, там, ганнибализм, каннибализм, вернее, это совершенно нормальное состояние в тот момент, как, допустим, в какой-то другой стране европейской это может приравниваться к смертной казни, являться смертным грехом. Таким образом, есть воспитательные процессы. Что же на самом деле должен ощущать человек и что же на самом деле человеку ощущать и как ему жить для того, чтобы оставаться счастливым? Первое, помните, вкус жизни. Первое, живите со вкусом. Что это обозначает? Старайтесь в каждый ключевой момент вашей жизни испытать то, что вы это ощущаете. Старайтесь это сделать, какие ошибки мы делаем. Где угодно, когда едим, смотрим в телефон, когда одеваемся, думаем о чем-то еще, когда мы, допустим, выходим на улицу, не ощущаем, не видим, нам холодно или нам тепло. Мы очень часто озабочены тем, что о нас подумают другие люди, о том, что мы подумаем о других людях, о том, что кто-то о нас что-то думает. Мы очень часто, или мы в воспоминаниях, или мы в будущих идеях, воспоминания, какие бы они ни были прекрасные, они не накормят человека. Возьмите одно кислое яблоко во время голода и выберите для себя, съесть это яблоко или бесконечно и очень ярко смотреть кино или смотреть видео какое-нибудь, где будет показан самый красивый в мире пир с самыми прекрасными блюдами. Также наши воспоминания, как бы мы ни вспоминали, самый красивый и прекрасный стол в прошлом, он все равно нас не накормит так, как это может сделать самое невкусное и, наверное, самое отвратительное яблоко, но только съеденное в настоящие минуты жизни. Так наша жизнь, она состоит из тех моментов, в которых мы живем. Эти моменты за ними охотятся, за ними охотятся бесы, за ними охотятся масс-медиа, они пытаются забрать у вас. А ведь эти моменты осознанности на самом деле являются ничем иным, а как вашей персональной жизнью. Момент, в котором человек ощущает себя персонально, в том месте, где он находится, ощущает, видит и чувствует, в этот момент он живет. Люди, проснитесь, начните оживать, начните жить, получайте удовольствие от ключевых моментов в вашей жизни. Получайте и ощущайте, перестаньте нырять в прошлое, оденьте резинку, как я обучаю в школе, ударяйте себя резинкой по руке, в случае, если вы все время думаете о прошлом. Если вы очень часто мечтаете, то я хочу вам сказать, мечты в большинстве своем навязаны. Люди, хотите счастья, желайте счастья. Что такое счастье? Человек думает, я был бы счастливым, если бы жил в квартире однокомнатной, самой минимальной. А у Бога на вас другие планы, Он хочет, чтобы у вас был огромный дом с бассейном, со спортивным инвентарем, я не знаю, еще с чем-то. И вы в этот момент скажете, ну как же, а ведь я не могу даже рассчитывать на это. Правильно, ваши мозги не могут рассчитывать, ваше состояние не может рассчитывать, ваши близкие не могут рассчитывать, а Бог на это рассчитывает. Он, возможно, хочет большего, а вы своими задачами, микрожеланиями мешаете ему быть реализованным человеком. Для Бога очень важно, чтобы человек реализовался в состоянии счастья. Единственное, к чему человек должен стремиться, это стремление ощущать счастье и стремление быть счастливым. Просите у Бога ни квартиру и ни жениха, просите быть счастливой. Так для одной женщины счастьем может быть то, когда она выступает перед публикой, для другой огромное количество поклонников, для третьей апстировать свою семью и прожить так, чтобы о ней никто не знал, главное, чтобы ее не трогали. Счастье у каждого персональное. Кто-то хочет управлять целым народом, целым миром, а кто-то хочет просто приходить к своей семье, ездить в субботу-воскресенье на рыбалку. Так у высших сил для каждого человека есть своя индивидуальная и персональная задача, в ходе которой человек получит счастье. Кто им мешает дать вам счастье? Ответ есть вы. Почему? Потому что первое, вы не живете, все время ныряете в прошлое или начинаете думать о том, как было бы хорошо, если бы до кабы. Вы, но и при этом не ориентированы на то, чтобы, что вам не дай вы пропустите. Почему? Когда вам дают хорошую еду, то если вы ее съедаете и наслаждаетесь, то в следующий раз дадут еще лучше. Почему? Все хорошее порождает хорошее. А если вы в тот момент, когда идите, смотрите в телефон, и вас гораздо сильнее интересуют совершенно другие задачи, и вы от этих задач страдаете, потому что не можете себе это взять, то вы теряете себя.